Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! И сегодня мы летим в Таиланд. Мы решили показать вам дорогу, перелет, потому что многим это нравится, и нам нравится смотреть такие выпуски. Посмотрите, что у нас сейчас происходит в квартире. Мы убрались, разложили все по местам, накрыли диван, чтобы он не пылился. Конечно, сюда еще будет приезжать моя мама ночевать. Ну, бывает такое, что она остается на работе допоздна, и ей надо где-то в городе ночевать. И это вот наш дом идеально для этого подходит. Все, персюшу отвезли, но его часть едет с нами в форме шерсти. Мы все в белой шерсти. И еще, сейчас за нами зайдет Сергей, он нас повезет в аэропорт. Если честно, я даже не верится. Вроде уже много раз это делали, но все равно такое приятное волнение, радостное душе. Составили список мест, куда пойдем, на СВИ. И несмотря на плохую погоду, там сейчас дожди, все равно я надеюсь, что у нас получится снять хорошие выпуски. И сейчас нам надо еще быстренько заехать на почту и отправить 5 книг нашим победителям. Мы устраивали розыгрыш на ютубе и в телеграме. Наши книги разыгрывали, и сейчас нужно их всем отправить. И я, кстати, их, как и обещала, подписала. Погожа у нас много. Максималочку взяли по 23 килограмма. Но в одном чемодане у нас 16, а в другом где-то сколько? 18. 18. Но у нас еще остается место, потому что я планирую кое-что прикупить. Как же без этого, да? Смотрите, вот, про чемодан еще. Опять с нами едет Дидан. Вы будете его ругать, говорить всякие про него гадости. Но, несмотря на свой внешний вид, да, он такой немножечко уже старенький, он пережил уже, наверное, 5 чемоданов. Все развалились, кто-то без колеса приезжает, а он на ходу. Поэтому не судите по обложке. Вот. И вот этот чемодан покупали в Турции. Он тоже едет с нами. Вот, если честно, если бы я сейчас отправлялась в кругосветное путешествие, знаете, какой бы чемодан из этих двух я взяла? Дидана. Он точно не подведет. А это вопрос. Пришли на почту, а здесь небольшая очередь. Придется понождать. В общем, мы отправили книги победителям. И нас везут Марина и Сергей. И посмотрите, какая у них прикольная панорамная крыша. Сегодня солнечная погода. Ехать одно удовольствие. Ветерком там чем? Всегда грустно прощаться. Хоть и уезжаем не совсем, но всегда грустно. Спасибо. Пока-пока. Мы идем на посадку. Замечательный наш аэропорт. Давненько здесь не были. По-прежнему в хорошем состоянии. Комфортно провели время. Присидели в интернете. Даже не заметили. Всегда приезжаем пораньше, чтобы не опоздать. А вот вы из тех, кто не любит сидеть в аэропорту и приезжает прям к регистрации или заранее. Вот мы прям заранее. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Прилетели в Москву, все хорошо, чемоданы, слава богу, целые. Как полет? Хорошо, нормально. Правда, не кормили. За это минус. А так все хорошо. Благо, взяли с собой еду, поэтому съели бананы в полете. Вы, наверное, спросите, что у нас за браслеты такие? Не спешу отвечать. Напишите в комментариях, кто знает, что это и для чего мы это сейчас надели. Правильные ответы мы лайкнем. И напоминаю, что если вам нравится наше видео про путешествия, то обязательно ставьте лайки. Вот прямо сейчас возьмите и поставьте лайк этому видео. Сделайте доброе дело, вам не сложно, а нам приятно. И обязательно подписывайтесь на наш канал. В Черебетеево наш любимый аэропорт. Как-то так получилось. Очень много кафешек, очень зелено, уютно, красиво, чисто. Напишите, какой ваш любимый аэропорт в Москве. Просто посмотрите. Деревца. Хоть и искусственные, но все равно радует глаз. У нас много посадочных мест, много туалетов, удобное большое табло, много пивных точек, что тоже приятно. Саша, вот почему у тебя сумка такая драная? Ну, какая есть. Вся уже разудралась. Кстати, сумка Killing Klein. Правда, уже старая. Удобная. Дерется, все портится. Это, как сказать, энтропия. Кстати, я как-то не обращал внимания, действительно, уже вся разудралась, так что есть повод купить себе новую сумку. Тебя обзудить. У жены Луевитон, а сам в драной сумке. Эх ты, в китайцах много стало, заметил. И орут на весь аэропорт, вот, наверное, слышали, да? Как будто тут в двух километрах стоят. И много уже вывесок на китайском. Да, кстати. Пора учить китайский. Прошли паспортный контроль, все хорошо. Ни одного вопроса не задали. Света нагрузил меня в свою сумку. Говорит, такая тяжелая. Не могу нести. Я говорю, зачем ее так набивать? Мы сейчас подошли к стоке Chanel. И смотрите, какой выбор шикарный. Богатый выбор тональных основ. Карандашей, помад. Не знаю даже, какой оттенок выбрать. Да. Что-то передело. Так, Света, нам, я думаю, направо. Кстати, да. Это не так страшно. Этот отдел еще достаточно полон. Быстро пробежимся по ценам дьюти-фри. Шоколадка 6 евро. И вот такая 8. Мартини 12 евро. Вот, ребят, нашел набор на весь полет. 12 евро. Мы пришли в бизнес-зал в Шерметила. Здесь есть алкоголь, еда. Сейчас что-нибудь наберем. Уже проголодались. Попробуем. Тут вот можно набрать всяких салатиков. Здесь у нас супчик. Отлично. И лапша куриный. Я, наверное, возьму. Канветы. О, смотрите, какой выбор еды здесь. Просто огромный. Хочу взять тушеную капусту с копченостями. Здесь продается черная икра. Баночка 125 грамм. 15 тысяч рублей. Посмотрите, какой у нас стол. Но у нас в данный момент 5 раз. Ваня, кстати, все помните, Ваня в караоке хорошо поел. А я шашлыки жарю. Да, мы шашлыки вместе жарим. При условии, что я мангал привез, да? А ты нам советовал все про Сауи. Кокут. Кокут. Да, вот это. Все, а сейчас будем праздновать и вместе лететь. Что пьете? Просим против. Так, у нас здесь... В смысле? Кто-то армянский. Это не армянский, это французский. Французский. Хорошее начало. Башка всегда. Башка всегда. Боишься летать, смотри, да? Боюсь, да. Не, ну уже почти нет. Я же давно здесь живу. Страх куда-то испарился. Как вкусно поели. Сейчас пользуюсь случаем. Хочу у Павла и Ивана спросить, почему вы любите Таиланд, который раз уже туда ездите? И любите ли вы еще какую-то страну заграничную, так же, как Таиланд? Давайте честно. За что вы любите Таиланд? За тепло, за манго. За тепло, за манго. За манго, за улыбки, за людей. Массаж. А я люблю страну, люблю за людей, потому что любая страна, какая бы она красивее не была, это люди. Ты приезжаешь, и люди действительно формируют твое мнение о странах. Я вот не знаю, до сих пор не могу решить, что я люблю больше, там, Грузию или Таиланд. Потому что приезжаешь в Грузию, ну, приезжал, когда я раньше в Грузию, да я думаю, что ничего не изменилось, и все очень радо. Дальше. Тебе рады, все люди прекрасные, там, чудесные. Вот две страны, между которыми я разрываюсь, что я больше хочу, но сейчас пока, наверное, возможно, нет. Хотя настоящие грузины, не молодежь, когда грузины там выросли в Советском Союзе, они действительно нас ждут, и они говорят, что это все ерунда, что это правительство, и вот они нас реально ждут. Хорошо сказал. А про Таиланд? Да, про Таиланд. Что тебе нравится в Таиланде? И который раз? В Таиланде мне нравится Сэнг Сон. Сэнг Сон! Сейчас многие зрители тебе поаплодируют. Джанг или Лео? Или Хинка. Хинка. Вот они куда выруди. Я выбираю из меньших зол, потому что все пиво в Таиланде нас вали мерзкие. Как и мерзкие пивные закуски, поэтому у меня пол сумки закусок, на самом деле. Сушеная рыба? Да, сушеная рыба, колбаски. Да ладно. Мы всегда везем с собой. Целый мешок прям. Смеки, смеки. Пацанам там шоколадки, там эти, Аленка. Люди заказывают. Да, да, я там всем в подарок. У нас пытались покупать в Паттайе, в Антошке, у нас пытались покупать вообще снеки, потому что мы реально, ну русские люди хотят снеки русские. Ты еще вкусно готовишь. А это все ерунда, это все вранье. Ты рыбу будешь копать. Макашницу мы ему приобретем. Сейчас я начну, когда я начну в Таиланде коптить. Все, я куплю коптиль, я начну коптить. Подожди, подожди, через 10 лет, в Тайга Резорт, все будет нормально. Тайга Резорт, давай. Там Магадан Резорт уже есть в Паттайе, теперь будет Тайга Резорт. Ваня, а почему тебе нравится Таиланд? Что вот, может, три основные качества? Ну, мне кажется, ему женщина. Одна, причем? Одна, да. Нет, у меня этот, Таиланд открыл мне, так сказать, как, вот я до этого там ездил в другие страны, Египет, например, да? Ну ты при отеле, вот это все включено, это вообще не то. И когда я приехал, мы первый раз в Таиланд приехали, то есть это у тебя, ты в отеле не живешь, только ночевать ходишь, вот это свобода. Движуха какая-то, море там, ты берешь просто мопед и погнал гонять, у нас дома зима. Всегда приключения, интересные люди, все хорошие. Я ездил два раза в год стабильно, но я ездил только по путевкам и всегда мечтал, получается, пожить хотя бы месяц в Таиланде. И вот у меня мечта осуществилась, я в эту зиму четыре месяца прожил. По поводу, все говорят, что Таиланд, да, страна улыбок. Да, действительно, тайцы улыбаются. Но для меня страна улыбок почти не тает, ну реально, потому что ты там улыбаешься, ты сам там улыбаешься. Кстати, да. Не, вокруг тебя тоже, ты улыбаешься, тебе там постоянно такой кайф вообще. Я приеду Таиланд, когда в Таиланд, я выхожу из аэропорта Бангкока и такой сразу, как этот кот вот этот, я не помню, мультик. А когда возвращаешься, надолго это улыбки хватает? Ну где-то нет, у меня где-то месяца на три, и после трех месяцев опять надо в Таиланд. Подзарядиться. Давайте в Таиланд, чтобы наша страна всегда нас встречала так же радостно, тепло, с улыбкой, всего Таиланда хорошего. Ура! И за наше прекрасное путешествие. А еще, я думаю, надо, знаете, что сделать, надо взять, найти автодом в Таиланде, покататься по Таиланду в автодоме. Ты сразу все планы на пенсию рушишь, скажи, все планы на пенсию, дом, этому макашницу, где-то все будет. Пять лет, дайте еще поработать. Макаш-то, а макокоптильницу. Макокоптильницу у меня будет. Я буду на пенсию, коптильницу, и это ставит прекрасно. Я до сорока у меня были планы, я как бы работать, у меня тридцать сейчас будет, у меня планы еще четыре года поработать и на пенсию все уже. Ну, правильно. Уже путешествовать, уже все на пассиве. То есть, ты пенсионный вопрос повысил, а ты себе понизил. Конечно, а я изначально, давным-давно уже для себя как-то решил, что я до сорока лет работаю, потом отдыхаю. Мне вот надо до сорока лет все повести на пассив, чтобы хорошие деньги капали. Просто капали пассивно, и все, и отдыхали. Ты так можешь? Че, легко? Хорошее дело. Учись. Возьмешь меня? Возьму. Третий женой. Не-не, не с женой. Ставим, как раз, третьей женой. Нарядим тебя. Господин назначил меня любимый. Ну, неужели. Самолет большой. Что интересно, Паша живет. Сидит. А, что ли, что мы познакомились? Да, ждешь-ка из Таиланда. Они там из Таиланда, из-под Куока. Я им сказала, что это в Таиланда. Они так удивились и обрадовались. По-тайски, здравствуйте. Ну, тебе, я. И просто сейчас налаживай. Да, яс. Рассказывай о себе, создавай пруд. Мы летим авиакомпанией Аэрофлот. И в этом пакетике тапочки. Такой бальзам для губ. Потом затычки для ушей. И маска для сна. Прикольный наборчик. Всегда надеваю тапочки. Ноги не затекают. Хорошо, легко. Принесли нашу еду. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. На выбор. Рыба с лапшой. Или курица с рисом. Вот так выглядит курица с рисом. Как подливка, овощи и отварной рис. Потом у нас идет булочка. Кусочек хлеба. Такая вот сладость, как пирог. Здесь у нас что? Давайте посмотрим. Как думаете, наверное... А, я думала салат. А это булгур и курица, похоже. А еще, кстати, наливают вино. Красное и белое. Дают пиво, соки и воду. А еще, посмотрите, здесь металлические приборы. И оливковое масло, плавленый сыр и сливочное масло. Выходишь из самолета и сразу чувствуешь вот эту тайскую жару. Как будто в баню ты попадаешь, пока идешь в рукаву. И эти ощущения такие знакомые. И все равно такие новые, такие приятные. Уже пахнет какой-то едой в аэропорту. Мне хочется плакать. И тут думаю, снова мы здесь. Как хорошо, что мы здесь. В общем, пришлось постоять немного в очереди на паспортном контроле. Вопросов пограничники не задавали вообще никаких. И вот наш чемоданчик у нас забрать. Вот сейчас я прям ощутил запах Таиланда. Вот этот воздух теплый. Он как бы без запаха. Я не чувствую какого-то особого запаха. Просто тепло от растений. Ну и так как это город немножко дорожного запаха. Что-то такое от машин может быть. Я так рада снова быть здесь. Это то место, куда мы приехали в самый первый раз. И с этого места все началось. У меня есть ощущение, что билеты внутри Таиланда немного подорожали. А может даже и не немного. Потому что мы отдали за билеты из Бангкока до Самуи 10 тысяч бат. За двоих с багажом. Но это немало. Раньше мы летали намного дешевле, мне кажется. Были билеты и по полторы тысячи. И получается, смотрите, 10 тысяч бат. Плюс комиссия там за оплату карты. И все это вышло в 30 тысяч рублей. Просто из Бангкока до Самуи. Мы зашли в нашу любимую кафешку. Называется она Family Cook. Домашние рецепты у них здесь. И всегда берем здесь такой суп. Лапша с говядиной. Такие куски говядины. Она достаточно жирненькая. Порция большая. Стоит 250 бат. 250 бат. Мы взяли два. Саша, пока не принесли. Так что я попробую свой, пока горячий. Это что-то типа хобо. Это очень вкусно. Наваристый бульон из говядины. Смотрите, здесь даже такие жиры говяжьи, которые дают такой наваристый бульон. Много мяса, много лапши. Еще какие-то соусы можно добавить. Да, можно поострее сделать. Он не острый. Он такой, знаете, солено-сладкий. Это очень вкусно. Может, выглядит странно, но нереально вкусно. Стоит своих денег. Мясо нежное тает во рту. Очень вкусно. Мы сегодня не завтракали. Время 11 почти. Суп идеально заходит. Перед полетом самое то. Все, друзья, мы на самолета до аэропорта. Нас везут не на автобусе, а на такой классной, открытой машинке. Типа электрокар. Прикольно. Я уже чувствую, что я на отдыхе. Бак от попали. Смотрите, какое все зеленое, красивое. После сезона дождей, но там сейчас еще идет, зелень прям пышет свежестью. Кроме деревьевские объемы, все сочные. Ой, какой интересный здесь аэропорт. Сразу чувствуется, что мы на острове. Меня здесь удивил мужской туалет. Я зашел, и прямо напротив писсуаров аквариум огромный. И рыбы на себя смотрят, так ел. Прикольно, как дома. Очень уютный аэропорт. Да. Как хижина. Мы на улице. То есть мы будем забирать багаж не внутри здания, а просто под крышей. А стен нет. Ну да. А зачем они нужны? Кому нужны эти рамки? Боже, эти славности. Больше, ребят, смотрите. Здесь на выходе такси за 400 бат. Дотча Венга везут. Здесь вот, кстати, тоже красиво. Такая территория на выходе. Вот выходим из аэропорта. Здесь сразу оплачиваем такси. Аэропорт очень маленький. Буквально три шага и здесь прошли. Такой запах цветов здесь, да? Да. Так приятно. Бангкок и острова очень отличаются. Эти мне нравится Таиланд. Совершенно разные. Кому что? Все в одной стране. Вот, ребята, наше такси. Хорошая машина. Ну да. Вау, я что, кинозвезда? А в каком фоне я снялась? Еще, так понял, есть вот эти автобусы. Можно мини-баз взять и поехать в группе. До нашего отеля мы ехали, ну, наверное, минут 5-7. Очень быстро. От аэропорта недалеко. Называется наш отель Лабди. Находится он на первой береговой линии. Прямо по пляжу. Да, пляж Чавенг. Ну, в общем, сейчас все покажем. Такой здесь ресепшн. Очень красиво, уютно. Ну, такой у них здесь небольшой магазинчик. Можно купить маечки с их названием, кепки. Только что зашли в номер. Разуваемся. И смотрим. Ой, он с ананасиками. Как это мило. Отель считается молодежным, тусовым. Здесь прямо на пляже проходят, поставим какие-то вечеринки. И посмотрите, в каком интересном стиле выполнит данный отель. Ничего лишнего. Все такое молодежно-тусовое, веселое, радужное. С видом на провода. Конечно, бы хорошо вид на море. Но на провода тоже ничего. Давай выйдем, посмотрим, какой вид открывается помимо. А, пошли. А, у нас видно море. Ура! О, жизнь налаживается. Если не смотреть на трансформаторную будку. Нет, клево, вид на море хорошо. У нас вот этот Чевенг. Очень тусовый район. Мы почему его выбрали? Много. Куда можно сходить, поснимать. Кафешки, массажные салоны, рестораны. Но сейчас не об этом. Давайте все-таки зайдем в номер. Большие окна. Ну, такие прям, ну, как это считается, панорамные или не считается? Почти. Ну, полу-полу-люкс, полу-панорамные окна. Смотрите, высокие потолки, кондиционер, две раздельных кровати. Многие подумают, что мы в разводе, но это не так. Просто удобно иметь второе одеяло. Эти кровати можно сдвинуть, но вы получаете за ту же сумму два одеяла, а не одно. Как хорошо спать под своим одеялом. Холодильник. Посмотрим, есть ли тут для нас подарок. Вот, пожалуйста. Нет, не надо. С собой надо все. Те подарки носить с собой. Вешалки, удобненько. Ну, водичка вот есть, кстати, и чайник. Приятно. Душ. О, большой. Главное, что чистенькое все. Работает нормально. А вот внизу это подключатель. Пай! Работает. Унитаз, раковина. Все, что нужно для отдыха. Комплект полотенец. Полотенца для бассейна берутся в паре возле бассейна. Нам дали такие купоны на бесплатные напитки приветственные. В общем, мне нравится. Номер просторный. Есть вдвоем разбиляться, потому что есть такие номера. Зашел и упал. Нет, здесь более чем достаточно места. Но в отеле мы тут сидеть-то не планируем. А что мы планируем? Хором. Тусить! Да, классно. Ну, здравствуй. Самуи. Последняя белая точка на карте вечного лета. Давно мы собирались посетить этот остров. И вы нам в комментариях постоянно пишите, ребята, съездите на Самуи. Там так классно. Мы как-то ходили после Пангана, но здесь были дожди. Прям что-то наводнение прям какое-то. И мы отменили свою поездку. И вот, наконец-то, мы здесь. А, знаете, пахнет свободой. Да, пахнет травой. Ты слышишь этот запах или нет? В общем, территории отеля два бассейна, ближе к морю и ближе к зданию. Много красивых девчонок. В общем, это такой тусовый отель с бассейном, который выходит сразу к морю. Такой, получается, вид. И вот можно на таких подушках упасть и любоваться видом на море. Плавающие подушки. Это что-то новенькое. Я боялась, что будет дождь, но, кажется, его не будет. Ура! Как близко море. Вы посмотрите. Можно взять напиток. У нас, кстати, два приветственных. И посидеть на пляже. Я хочу посмотреть пляж, потрогать воду и искупаться. Такой у меня план на день. Не, ну классно то, что отель находится на первой дороговой линии. Можно попасть. Кстати, водичка не холодная. Сидеть в ней можно прям часами и не замерзнешь. Прикольные подушечки такие. О, есть мяч. И вот здесь у нас спуск. Кстати, здесь будет фоуман пати. Мы постараемся его посетить и вам показать. Уже вот видите вывеска фоуман пати. Какой красивый песочек. Давайте оценим. Белоснежный, мелкий. Теплый, но не горячий. Можно спокойно гулять по нему босиком. Вроде прозрачная вода. Шикарная вода. Плавный заход. Не вижу никаких камней. Люди плавают по всему периметру. Супер. Мне все нравится. Легкая, приятная музыка. Шум, волк. Вообще, пока все идеально. Я думала, будет хуже, сложнее. Дожди. Я готовилась к кушам. Но пока что все супер. Да, мы когда смотрели прогноз на наши дни, каждый день дожди. Я думаю, ё-моё, что здесь вообще будет, когда приедем? А мы приехали. Солнце, жара, красота. Кстати, не прям пекло. Нет такого прям дужно, жарко сильно. И пальмы красивые, которые наклоняются к воде. Пойдем к ним. Такой вайп. Знаете, вот люди сейчас сетцов массажа с видом на море. Массаж на пляже. Это твоя любимая. 300 бат стоит китайский массаж. Первое, что бросается в глаза, это выраженный островной стиль на Самуи. Вот, например, Кукет, он тоже остров. Но там не такой островной вайп. Там больше город плюс остров. А это прям остров. Как Кочанг, Кокут. Мне нравятся вот эти соломенные крыши, открытые бары, барные стойки с видом на море. Еще говорят, здесь потрясающие закаты, много зелени. Море спокойное, без диких волн. Но, наверное, это зависит от месяца. Если отдыхали на сомой, напишите, какое было море. В каком месяце. Потому что сейчас прям такое мягкое, спокойное для меня. Я не люблю волны, я не серфер. Я не понимаю, как купаться, когда волны. Вот это для меня самое то. Мне данный пляж чем-то напоминает пляж Найхарн на Пхукете. Также бескрайнее море, домики на холмах. Ну вот, что-то есть общее, но кардинально отличается. Там своя атмосфера, здесь своя. Не могу описать. Когда находишься там и здесь, другие чувства. По-своему классно. Мы разулись. Что хочу сказать. Когда отдыхаете где-то, старайтесь как можно чаще ходить босиком. Ну, конечно, в местах, где это безопасно. Потому что так вы заряжаетесь энергией земли. И это не просто красивые слова. Мы смотрели эксперимент. У парня был какой-то прибор, который измеряет энергию. И вот он, значит, стоит в кроссовках на бетоне. И там показывает, ну, чуть-чуть прям. Практически нет. Потом просто встает на бетон. Ну, тоже мало. Потом голыми ногами, босыми, встает на землю. И там просто энергия прет. Вы представляете, прибор в руке. Через все тело проходит энергия. Ну, круто же. Вот почему, когда мы отдыхаем на пляже, мы приходим домой. Такие, кажется, мы разморенные, усталые. Мы не усталые, мы расслабленные. Прошла вот эта энергия земли по нам. И убрала весь негатив. Вот в таком расслабленном состоянии надо находиться. Мне кажется, тайцы по большинству своем в таком состоянии находятся постоянно. Да, мне кажется, даже все. У них есть вот какая-то связь с землей. Они всегда спокойные, счастливые, чем бы они ни занимались. Конечно, особенно классно в Таиланде, когда в России зима, сугробы. Босиком не походишь. А здесь настоящее лето. Почему я люблю Таиланд? 365 дней в году – лето. Даже если идет дождь, он, как правило, не целый день. 15-20 минут пойдет и прекратится. Потом опять мягкое солнышко. Круглый год. Вот почему мы назвали наш канал «Вечное лето». Конечно, в честь Таиланда. Мы ехали сюда жить, но совсем. Но совсем не вышло, но мы очень часто здесь находимся. Как я скучала по этой водичке. Теплой. Заходишь, не надо привыкать. Идешь уверенно. Ничто нигде не сжимается. Мальчишка сается. Прям заходишь, так классно. На дне песок и мелкие-мелкие камешек. Как вот в ванне вода. Бывает, летом отключают воду и идет какая-то тепленькая. Вот такая вода в Таиланде круглый год. С детьми вообще кайф. Вот я помню, я очень любила плавать на Волге с родителями. Постоянно ездили на острова. И каждые 20 минут, мама говорит, так себе подходи. Губы синие, ногти синие. Я такой, ну нет, нормально, ты чего? Вообще весело. А сама уже вот так. Здесь нет. Я однажды плавала, часа полтора я вообще не замерзла. Кстати, тест. Садимся. И вообще никакой реакции. Приятно. Да, то есть сейчас на улице 28 градусов, я посмотрел. Вообще как бы классно. Заходишь в воду, хорошо. И на улице так тепло. Ну прям атмосфера отдыха у нас в отеле музыка такая играет классная. Никто не кусается. Что мы любим сделать по приезду в Таиланд, чтобы быстрее перейти на новый режим, быстрее восстановиться после долгого перелета? Во-первых, искупаться. Во-вторых, поесть какой-нибудь супчик для животика, потому что после самолетной еды в животе так не очень. Все, поели супчика. Обязательно искупаться на море, потому что море снимает весь стресс, вытягивает как будто. И пойти на массаж. Вот это для нас идеальный распорядок дня. После прилета помогает нам восстановиться. А что делаете вы первым делом, когда приезжаете в Таиланд? Я, кстати, даже не заметил, как прошел перелет. Так быстро с Бангкока до Сму лететь. Вот, ребята, вообще практически незаметно. Один раз даже принесли поесть, перекусили. Быстренько туда-сюда все прилетели. Потом от аэропорта до отеля тоже там 5 минут. И все, вы здесь. Перелет в Бангкок с Мэй очень легко дается. Поэтому, если думаете лететь или ехать там на автобусе, или как-то еще добираться, нет, ребята. На самолете прям идеально. Мы в воде уже 2,5 часа. И не хочется выходить вообще. Только мы соберемся. Ну, давай еще 15 минут. Ну, давай еще 15 минут. Уже скорость темнеет, а мы все тут сидим. Уже врубили музыку. Начинает работать диджей. То есть все переходит плавно в вечеринку, которая, ну, уже после заката. А мы все плаваем. Почти уже никто не плавает, а мы все плаваем. Что касается прозрачности воды. Справедливости ради, что это отметить, что она не прям прозрачная. Я вижу свои ноги, но не очень четко. Они зеленоватые. Вот в Турции бывает, там заходишь, прямо вот видно каждый камешек на дне, ноги, все. Здесь она такая более зеленоватая. Но она здесь еще очень теплая. Всякие тут кто-то, наверное, водоросли, не водоросли, не знаю. Но, в общем, я не чувствую, что какие-то водоросли, трава какая-то. Может, где-то и есть, но немного. И дно каменистое. Небольшие камни, но мелкие. Такие, вот такие, вот такие. И бывают достаточно острые экземпляры. Вот Саша. Это какие-то вот такие непонятные. Такие штуки, это какие-то заросшие кораллы. Они мягкие, как мох. Но все равно наступаешь, думаешь, ой, а что это? Это живое или не живое? Вот такие. Ну, вот такое. Но вода теплющая. Красота. И у нас тут получается два отеля. Здесь музыка играет, у нас музыка играет. Музыка перемешивается. Плюс стройка рядом еще идет. Это вообще весело. Когда нам нравится эта песня, мы плывем туда. Когда нам тут нравится, мы плывем сюда. Ну, в общем, классная музыка. Вот в этом отеле, особенно, Элефан. Вообще, такие треки. Плаваешь и прям кайфуешь. Релакс. Да, тоже хочу на такой подушке плавучей, но она в их отеле. А у нас такие в бассейне плавают. Ну, я думаю, пора уже уходить и идти на массаж. Нет? Нет. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот треки играет, это вообще классно. Вот здесь отдых, вот прям чувствуется, ребята, вот когда я представлял себе Таиланд, вот я его представлял таким. Играет музыка, такая атмосфера отдыха. Все таки расслабленные, кайфуют, отдыхают, загорают. Идеально. Мы наплавались прям вдоволь. Я думаю, в следующий раз будем сидеть в воде до самого заката. Выходить вообще не хотелось. Выходим только потому, что сейчас идем на массаж. И сейчас на улице идеальная погода. Я не знаю, то ли мы охладились в море, то ли жара спала. И прям свежесть. Идешь и свежо, так хорошо. Не только свежесть, и еда. Если кто-то готовит ужин уже, пахнет жареной курицей. Да, я мечтаю сейчас упасть на массаж, а потом вкусно поесть. Мы приняли душ, переоделись так хорошо. Время 6 часов вечера. И мы идем на массаж. Не просто в массажный салон, а по рекомендации наших зрителей. 5 минут 30, но оно того стоит. Мы попробуем. Если хорошо, то тоже порекомендуем вам. И потом, что вкусненькое поедим, тоже в кафе по рекомендации зрителей. У нас очень оживленный район. Такая тусовая улица. Сейчас вот проходили. Там прям было много баров, в том числе и рок-бар с барабанами. Надеюсь, туда тоже наведаться. Отовсюду запах еды. Уже вываливают лед, морепродукты. Проходишь мимо вот таких лобстеров и думаешь, эх, я съела. Вот нам зрительный писал. Александру привет. Говорит, хотите именно в тот массажный салон. Прошли много. Вам точно понравится, потому что лучше массажа в Таиланде они не пробовали. Хотя прошли много. Ну, сейчас посмотрим. Мы живем в 5 минутах ходьбы от Централ Самуи. Это как Централ фестиваль в Паттаге. Можно купить одежду, купальники, еду. Мы обязательно туда сходим, но не сейчас. Потому что я хочу есть и на массаж. Вот, ребята, смотрите, какие заведения, какая музыка. Они сразу прям тебя притягивают. Света говорит, все, идем туда. Она уже поет. Красивые отельчики. Ну, вообще, это цивильненько здесь. Вы можете? Да. А, мой друг, Вера. Вера? Да. Вы знаете? Да, я знаю, Вера. Она говорит, что ты здесь хороший массаж. В общем, выбираем сейчас Майсер. Света выбрал вот эту женщину. А у меня будет Кан. Да, хорошая, мне нравится. Так, посмотрите, цены на массаж. Тайский массаж классический 250 бат в час. За час, представляете? На Саратли взяты 5 тысяч. Тайский массаж с тигровым бальзамом 300 рублей в час. Классический тайский 400 прям сильный. Салои Вера есть. Ну, может, у нас же это на паузу посмотреть. Нормальные цены, кстати, не намного дороже, чем в Паттайе. А на Кукете и того дороже. Ну, и, конечно, в Таиланде всегда моют ноги. Да. Да. Смотри. Как приятно, да? Да. Здесь Инбир. Вот Александр передает привет. Мы пришли по вашей рекомендации. Да, пока все нравится. Раздеваемся и падаем на массаж. Например, что хочу сказать. Мне уже делать, наверное, минут 15. Очень классно делать Кан. Мне прям нравятся. Сильные руки. И вот ради такого массажа стоит приезжать в Таиланд. Иногда, знаете, придешь в салон, и тебе делать вообще никак. Потом люди говорят, да эти массажи в Таиланде ерунда. Просто нарвались не на того мастера. Придите к хорошему, и вы прям кайфанете. Тем более, если любите это делать посильнее. Закончился наш массаж. Вот так выглядит салон со стороны. Если будете на СМУИ, заходите. Сейчас поделюсь своими впечатлениями. В общем, я вышел, знаете, в такое ощущение, как будто после камеры пыток. Кан делает это просто капец. Как сильно больно. И у меня вот весь сеанс был... Знаете, какое лицо было? Такое. То есть, было реально очень больно. Это максимально больной массаж, который у меня вообще был в Таиланде. Если хотите новых испытаний, пострадать, то приходите сюда. Это терапевтический массаж, не просто страдание. Это страдание во благо. Потом же хорошо. Ну а что, лучше когда погладят? Есть два вида массажа. Если хотите просто релакс, тайский массаж, это одно. Вас так потянут, вы кайфанете. Но если хотите реально терапевтический массаж, когда вы оздоравливаетесь, то должно быть больно. Если вам не больно, то массаж, значит, неэффективно будет действовать на ваш организм. Когда вам больно, расслабляются мышцы в теле, и потом вы просто летаете. И вот поэтому я готов терпеть любую боль, потому что потом я знаю, что я выйду и буду кайфовать. Боль означает, что напряжение у меня... Даже вот я сейчас иду, и икры болят после массажа. Но это из-за того, что они были напряжены. И со временем они расслабятся, и это пойдет во благо моего здоровья. Так что приходите на такие терапевтические сеансы. А вот по уровню боли у тебя как, терпимо было? В некоторых местах было прям ай, и она их прорабатывала. А в некоторых местах было так, не больно. Вот мне кажется, мужчинам нужно идти вот к каам, кто хочет именно вот прям сильный массаж. Если хотите средний сил массаж, то можно пойти к другому мастеру. Я вот, если честно, не люблю весь сеанс лежать вот так. Я люблю покайфовать, вот музыку послушать. Мне очень понравилось, что кондиционер не фигачит. Другого слова, не знаю, как бы добрать. Давай, ты приходишь в салон, там такой ледник. Ты еще лежишь как бы в одних трусах, и бывает такое, что холодно. Думаю, что скорее бы это закончилось. В общем, решили обратно добраться на тук-туке. Ну, вернее, думали, что это тук-тук. Там по 10, по 20 бат, но оказалось, что это что-то типа такси. Отдали, в общем, 200 бат, чтобы проехать на той точке, где мы были. И сейчас хотим пойти в заведение, которое называется ЗЗ. Мы его нашли по отзывам в интернете. Находит оно прямо около нашего отеля. Мы хотели сначала поехать в ресторан Ной, который нам рекомендовал нашим зрителям, но он сегодня закрыт. Завтра работает, может, завтра сходим, а сегодня ЗЗ. В общем, здесь достаточно много, столько, где можно сесть. Можно сесть на веранде, можно внутри. Там прямо достаточно сильно работает кондиционер. Но мы не настолько еще запарились, чтобы садиться и мерзнуть внутри. Ты сказал про тук-тук? Да, что думаешь? 200 бат. Это же не тук-тук такси, где мы вдвоем едем по опасному адресу. Мы ехали толпой по прямой дороге. Это максимум 20 бат. Я по-по-тайски меркам сушу. Ладно, 100, 200, что-то ворога. Давайте пройдемся по ценам. У этого ресторана тоже хорошие отзывы в интернете. Он в списке мест для посещения. Это мой личный список, я его составляла. Готовилась. Здесь есть и европейская еда, и тайская рыба. Вот, например, лосось. 460. Жареная рыба с чесноком. 480. Паста. 250-260 бат. Потом тайская еда. Я вот хочу чикен кеши нац. Это курица с орешками кеши. 220 бат. Саша хочет том-кхак. Суп на кокосомолоке белый. 220 бат. Еще хотим с сом-кхам взять. Том-ям 290. Ну, еще здесь есть пицца. Давайте начнем сегодняшний ужин. И впервые за долгое время я буду пить кокос. Когда меня спросили, что хотите выпить, я сразу выбрала его. На островах я заметила всегда сладкие кокосы. Сладкий, проплавный, а немного мягкий и специальная. Смотрите, трубочка с ложечкой, чтобы выедать мятость. Это мой напиток. Холодный бакал. В качестве комплимента принесли жареные лепешки с каким-то киченезом. Но это я не хочу. Еще я заказала хумус, и мы взяли тайскую еду. Что-то я прям соскучилась по хумусу. Посмотрим, как его здесь готово. Синха. А, вот. Синха, я считаю, лучший напиток пивной в Таиланде. Чанг вообще не то. А это мой том ха. Ну, супер. В принципе, быстро все принесли. Минуты за 7. Хумус вкусный, домашний. Прям насыщенный вкус нута. С маслицем. Это ты просил бойную порцию, это половина? Мне кажется, она не сделала половину. Да. Ну, что делать? Очень-очень вкусный. Я прям, не знаю, прям сильно захотелось. Мне иногда бывает очень сильно хумус. Там я мы уже поели. И теперь будем пробовать в Тангхан. Нереальный бульон. Очень вкусный. За это я и люблю. Тангхан. Такой нежный, молочный. Не острый? И не острый. Тай-кландо у вас. Я кайфую. Что внутри? Ой, Святя, очень много всего. Наваристый, да, брод? Наваристый. Это было два варианта. С тофу и с курицей. Ну, конечно, я взял с курицей, с грибами, зелень, помидор. Ну, и все вот эти тайские специи. Так, давайте попробуем мое блюдо. Я попробовала Саша суп, он великолепен. Типа, наваристый, аж сладковатый. Прям вообще очень вкусный. Да, просто обалденно. Порция большая, красивая, подача хорошая. Много курицы, курица вкусная. Перец свежий, не острый, сладкий. В сочетании с этим соусом прям великолепно. Вот для европейца, который хочет тайского, но не хочет острого. Мне кажется, если попросить, они могут прям острый сделать. Но мы просили не острого. В общем, однозначно. Если захотите вкусной тайской традиционной еды на Чиренке, то приходите в ресторан Зезе. Мы поели, все вышло на 840 бат. Все было очень вкусно, так что можно сюда приходить. Вообще атмосфера вечером здесь классная, вкусовая. Кто-то ест, кто-то уже пьет. Бары работают, хабарэ-шоу. Много лавок с мороженым, блинчиками, фруктами, коктейлями. Достаточно много людей гуляет. Не жарко вот после захода солнца гулять самое дом. Много ярких огней, витрин, вывесок. Мне нравится. Здесь я вижу какой-то ночной клуб. Ну, по крайней мере, написано Рич Клаб. И здесь вот прямо громко играет музыка, такой парчик. Можно поиграть в бильярд и даже есть кальян. Мы пришли в отель, посмотреть, что тут делается. Работает диджей, играет музыка. Половина молодежи залипает с телефона. Как сейчас тусуются. У них там где-то вечеринка, дискотека. Кто-то играет в пинг-понг, кто-то чили-то у бассейна. Некоторые знакомятся, общаются. И в соседнем отеле на пляже у них проходит фаер-шоу. Но в данный момент световое шоу. Может, фаер уже было, может, нет. Факт то, что вы можете удобно устроиться на лежаке. И смотреть на эту красоту. Ну, не скажу, что там что-то глобальное. Просто пока вот так. Как бывает на Пепидоне, да, фаер-шоу. Особенно в те времена, когда мы тут поехали. Когда горящая скакалка, у людей волосы горели. Сейчас уже световая скакалка. Раньше под такой палкой проходили, тебе наливали. Палка горит, можно ресницы, брови спали. Ток-так. Сейчас она уже просто подсвечивается. Понимаете, да? Нет уже того адреналина, который был раньше. Может, это хорошо, может, это плохо. Я не знаю. Но нам посчастливилось застать и те, и эти времена. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если вам этот выпуск понравился. Входите в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм. Будете в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.